Итак, доброе утро всем дорогие друзья, всем бодертов, доброе утро, продолжаем изучать Тору, поучение отцов и всем бонжур, шалом, бодертов, давайте кто где, собираемся, Лефименко Антон, шалом, Света мудрости от Всевышнего, всем друзьям, доброе утро, доброе, доброе утро, сегодня мы посвящаем урок памяти вчера, вчера или позавчера, ушла в лучший мир, ушла Алла Вербер, есть такая очень хорошая женщина, это мать моих друзей, и она очень такая была, ну вот, очень хорошая, да, вот, бывают люди, которые производят впечатление, я на сегодня написал, как я вот ее воспринимал, добрая, спокойная, самодостаточная, и она ушла в молодом возрасте, да, то есть ей было всего 62 года, это вот сейчас для поднятия ее души, она сейчас как раз там заходит в, заходит она в, сейчас в рай, и так, я так думаю, да, то есть идет там какой-то, как душа пересматривает всю свою жизнь, расстается с, отрывается как бы от этого мира, прощается со всеми, и как раз вот сейчас, если дать ей туда Тору, ну, свет Торы, то это для нее будет очень хорошо, то есть это сейчас для поднятия души, Алла Вербер, Алла Вербер, Алла Вербер, значит, да, как говорится, будущее неизвестно, смерть неизбежна, она буквально за день до смерти писала, поставила фотографию, писала, чувствуя себя как школьница сейчас, так прекрасно чувствую, приехала отдыхать, все, и потом, чук, и ушла, вот так вот тоже бывает, хотя в Талмуде интересно, в Талмуде написано, что человек должен молиться за легкую смерть, то есть, как бы, то, что она будет, это факт, у всех она будет, но вопрос, некоторые люди годами, годами перед смертью мучаются, а некоторые люди вот так вот, оп, и уходят в один момент, вот это вот очень важный момент, такой, да, прямо написано, 999 видов смерти есть, это в Талмуде сказано, и, значит, есть самый легкий, это когда, как волос из молока, когда душа выходит из тела, как волос из молока, и уходит, да, а есть, как репейник из шерсти, когда душа зацепилась за тело, и она не может из него выйти, и она за него держится, прямо, как репейник за шерсть, и прямо выдирать ее очень тяжело, да, то есть, вот это очень, надо молиться за легкую смерть. Хорошо, за долгую жизнь, за легкую смерть, за счастливую вечную жизнь, то есть, есть за что молиться, и во всем этом помогает Тора. То есть, единственное, что, как бы, Тора, это как учение свет, да, оно нам, оно освещает, оно объясняет, показывает, потому что не было бы Торы, что бы человек знал, ничего. Хорошо, теперь, значит, мы дошли до третья глава, и продолжая Траби Атива, продолжая Траби Атива, значит, напомню, что первая мечна, которую он сказал, это он сказал, как поставить ограды, которые человека должны двигать в правильном направлении. То есть, он, как бы, нам объяснил, что, что не надо полагаться на интеллект, на какое-то там самообладание и так далее. То есть, ограда. Ограда, это ты ставишь себе, ты ставишь себе, как бы, помощь для того, чтобы не спотнуться в сложных местах. Ну, вот, он нам и рассказал, что насмешничество и легкомыслие, они морделим, слово морделим, это они, как бы, ведут человека, приучают человека постепенно к разврату, двигают его туда. Потому что, ну, конечно, там, хи-хи-ха-ха, ну, то есть, такое легкомыслие, все, оно, понятное дело, куда ведет, да, все эти шуточки, балы, там, раньше балы были, раньше все на балах собирались, там, в этот самый. Потом еще где-то собирались, сейчас на дискотеках, клубах, и, значит, это, он нам сказал, что это все ведет в одном направлении, к разврату, легкомыслие ведет к разврату. Второе, он нам сказал, что традиция, когда у тебя есть традиционные вещи, вот у нас урок традиционный, да, то есть, он в 10.00, это традиция, и это ограда для Торы, правильно? То есть, очень четко Раби Акива, прямо описал ситуацию, что я знаю, что в 10 утра я должен провести урок, это значит, что я должен изучить, к нему подготовиться, праналечь, помолиться до этого. Целый, целый, как бы, урок, он влечет за собой целый ряд изменений в жизни, то есть, урок Торы в 10.00, он является оградой для Торы, это традиция, которая ограда для Торы. Дальше, он нам сказал, что масс-род, масс-род, это ограда для богатства, то есть, отделение 10.00 части, оно дает человеку богатство. Я могу сказать, что, действительно, вот это очень-очень, прям, я чувствую и проверил на себе, и это работает, что, когда, вот прям, заботишься и отделяешь 10.00, это очень-очень ведет к увеличению то, от чего ты отделяешь, очень сильно это. И интересно, что, когда Ротшильда спросили, сколько у вас денег, он говорит, я вам сейчас точно скажу, и достал записную книжку, где было написано, сколько он отделил 10.00 части, и он говорит, вот это деньги, это мои деньги, вот то, что я дал на ЦДК, это всегда со мной, то есть, я их навечно к себе прикрепил. То есть, вот, когда та же Алла Вервер, она ушла, то с ней ушли вместе добрые дела, которые она сделала, Тора и те деньги, которые она раздала на добрые дела. То есть, это все ее, она туда приходит, она же не возьмет с собой ни гардероб свой, ничего. Она возьмет туда только то, что имеет ход в духовном мире. В духовном мире имеет ход добро, которое человек делает, и Тора, который он изучает, то знание божественное, которое он в себя впустил. Вот. И, значит, и дальше он нам сказал, что Недорим, Недорим обеты, это ограда для отделенности. То есть, иногда человек не может справиться со своим животным началом, ему надо себя испугать. Если он сильно верующий, он берет обет перед Богом, что вот это для него становится как жертвоприношение, как запрещенное полностью. И он таким образом себя... У нас есть, смотрите, Марк, я вот эти вопросы по Аллахе, есть у нас на них, для них Яков Шатадин, он, Яков Шатадин, он сам на раввина учится, и он со всеми раввинами выполняет связь на портале Ваикра. Он, как бы, человек, прямой выход на самых сильных раввинах. И вопросы по Аллахе, по закону, прямо добавляете туда Яков Шатадин, а Яков Шатадин, он обратится, у нас 100 раввинов пишут на портале Ваикра, и он к специалисту какому-то по сдатье Бансера, он обратится, он приведет прям по закону все там ссылочки, все мнения, это очень непростой вопрос, там есть нюансы, есть очень много нюансов. А мы изучаем сейчас идеологию, как бы взгляд, то есть у человека есть взгляд мировоззрения, да, каждый человек живет в каком-то мировоззрении. И вот поучение отцов, перте, вот, это мировоззренческий трактат, то есть это подход к жизни, подход вообще, да, такой общий, общий, частный подход, но это не аллоход, не законы, как конкретно надо поступать, в какой ситуации. Теперь, значит, обеты, это ограда для отделенности, то есть когда ты хочешь отделить себя от вещей, которые, которые не являются явно запрещенными, но не приветствуются, да, то тогда ты делаешь обеты. Обеты тоже тут надо отдельно, вот я бы попросил Якова Шатадина, чтобы расписали про обеты, про то, как человек вступает с Богом в личные взаимоотношения, как Яков, когда он шел, откуда мы знаем про Маасер? Яков, когда выходил из Израиля, за ним гнался Исаф, чтобы его убить, и он, значит, догнал его племянника Исафа, и он хотел его убить, но Яков ему говорит, смотри, вот что такое знание Торы? Он говорит, смотри, ты меня хочешь убить, но мы же с тобой все те родственники, и папа тебе сказал меня убить. Что делать? Вот это вот то, что называется Яков, Яков, Исраиль, вот этот вот способ мышления. И он ему говорит, смотри, мы же оба знаем от Бога, что бедный, человек, у которого ничего нет, он как мертвый. То есть, давай я тебе все отдаю, то есть, ты меня физически не убивай, да, но я тебе отдаю все вообще, вот все у меня забирай. И он остался в речке, один голый вообще, вот так, ничего нету, все. И он говорит, все, скажи папе, что ты меня убил, а я как бы разберусь. И этот его, Исаа племянник, Килифас, по-моему, его звали, он ушел, забрал все, и Яков остался жив, но в этот момент, потом он там взял перед Богом, это в Торе прямо записано, есть клятва такая, когда он взял перед Богом обед, он говорит, если ты меня будешь обеспечивать, если ты будешь, меня спасешь, если ты мне дашь все, чтобы я живой вернулся в Израиль, да, он не знал, куда он идет, он на десятки лет, он уходил в изгнание, он говорит, тогда, когда я вернусь, я десятую часть того, что я получу, я буду отдавать тебе, и это был его обед, как бы, да, отсюда мы знаем про эту десятую часть, про Моасеру, это Бог дает тебе, ты отдаешь десятую часть из этого на божественные дела, как бы, все понятно, все просто, все, все, ну, как бы, очевидно. Хорошо, теперь, значит, и последнее, что он сказал, это Сияк Лехатма Штика, значит, это была предыдущая Мишна, короткое повторение, то есть, ограда для мудрости, божественной мудрости, это молчание, то есть, человек, когда он молчит, он в этот момент, я вот вчера еще вечером думал на эту тему, почему именно ограда для божественной мудрости, Хахмай, это мы в Мишле учили, это божественная мудрость, молчание, так вот, здесь есть еще один аспект, божественную мудрость, человек не может придумать, она на то и божественная, ты должен ее получить, Ликабель, от пророков, то есть, то, что мы изучаем Тору, Тора к нам пришла через величайшего из пророков, Машера Бейну, и дальше были после него пророки поменьше, которые получали, дополучали от Бога прямые, прямые какие-то тексты, указания, и все это вошло в письменную Тору, то есть, есть пятикнижие Моисеева, да, то, что называется, это пятикнижие Машера Бейну, которое записал, а потом есть книги пророков, которые вошли в Тонах, да, Тонах это Тора, Невиим, Ктувим, Тора, пророки Писания, и вот значит, Тору можно только получить от пророков, а когда ты можешь ее получить, то когда ты молчишь, то есть, если я внутри, в этот момент, когда я слушаю Тору, я в этот момент разговариваю, то я ее не слышу, если мне мудрец Торы говорит какие-то, какие-то аспекты из Торы, а я в этот момент с ним спорю, я в этот момент сравниваю, обсуждаю, пытаюсь примерить, сходится ли это с тем, что я читал там в каких-то книжках у Кастанеды какого-нибудь, да, то, что я уже не принимаю Тору, то есть, сказал нам Раби Адива в предыдущем Мишне, что оградой для мудрости божественной является молчание, то есть, только Тору можно получить только во внутреннем молчании, да, то есть, принимая слова Торы, ты их садишь прямо, они проникают в душу, без фильтра, без фильтра интеллектуальных вот этих упражнений, то есть, это один из, это просто идея такая, да, это как раз то, что я сейчас рассказал, это не Тора, это мое, как бы, попытка понять, что нам сказал Раби Адива, когда говорил, что сияк ли Тора, штика, сияк ли хатма штика, понятно, да, все, двигаемся дальше, значит, сегодня он нам сказал Мишну, вообще, основополагающую, для понимания вообще, кто мы, что мы, и как смотреть на мир, да, Раби Адива продолжает, Раби Адива продолжает и говорит, уа я умен, он говорил, хавив адам шеневра бецелем бецелем, он говорит, хавив адам, прекрасен человек, что сотворен по образу, прямо так и написано, хавив адам, то есть, хавив это прекрасен, Адам человек, шеневра, что сотворен бецелем по образу, давайте, я всю Мишну прочту, а потом будем изучать, дальше, хиба, ятера, но даатло, дополнительная прекрасность, она была ему сообщена, шеневра бецелем, что он сотворен по образу Бога, то есть, Бог не только его сотворил, человека по образу своему, что имеется образ, мы дальше посмотрим, но он ему еще дополнительно дал удовольствие, сообщил ему об этом, да, что ты знаешь, ты же сотворен по образу Бога, и откуда мы это знаем, шенеймар, как сказано в Торе, прямо в Торе, вначале сказано, тибецелем, элуим, а са это Адам, что по образу всесильного, сделал он, сделал человека, то есть, все Бог сделал человека, и в Торе сообщил человеку, что он сделал человека, то есть, теперь дальше, дальше продолжает Раби Атива, и говорит, хабивим Исраэль, шенекрыу, баним лямаком, прекрасный Исраэль, да, Исраэль это в единственном числе сказано, Исраэль это как народ Израиля, не написано правда, ам Исраэль, хабивим, но во множественном числе, прекрасный Исраэль, Исраэль это потомки Исраэля, то есть, Исраэль это Яков, который стал Израилем, так прекрасный Исраэль, который называется, баним лямаком, который называется сыновья для Бога, То есть Исраэль, тот, кто находится в концепции, в понимании, надо понять, что такое Исраэль, кто относится к этому слову. Прекрасный Исраэль, что называются сыновья для Бога. И дальше он продолжает, Раби Атива, Хиба и Тара, дополнительная прекрасность сообщена им, что называются они сыновья для Бога. Шенеймар, как сказано в Торе, Бани Матем Леошем Элокехем, сыновья вы для Бога Всесильного Вашего. Это мы говорим, в Торе прямо написано, что сыновья вы для Бога Всесильного Вашего. Так он сказал, когда выводил из Израиля. Дальше сообщается следующее. Хабибим Исраэль, Шенитан Лаэм Клихемда. Прекрасный Исраэль, что дан им Клихемда. Клихемда это инструмент, инструмент прекрасный. Что за инструмент дан Израилю? Хиба и Тара, ну да, Атлаэм Шенитан Лаэм Клихемда. И дополнительная прекрасность сообщена им, что дан им инструмент прекрасный. Шенеймар, как сказано в Торе, Тилэ Кахтовна Тати Лахэм, Торати Аль Тазоу. Как сказано в Торе, это в Мишле сказано, да, что Клихемда, Тилэ Кахтов, Лэ Кахтов, прекрасный урок дал я вам. Торати, Тору Маю, прям вот это интересно, прям из вот этого Тору Маю, Торати, не Тору я дал, а Тору Маю, это как Бог сказал Торати Аль Тазоу. Не оставляйте ее. Давайте в этом разбираться. Значит, первое сообщено, что Бог сотворил первого человека по образу Бога. То есть это очень интересно, что у Бога же нет образа, у него нет фотографии, там, ну не дай Бог, да. Бог это творец, создатель мироздания. То есть мы, говоря слово Бог, мы как бы передаем этому слову какие-то, какие-то, ну, человеческие черты. Так как слова это, это же человеческая такая штука, да, то есть Бог, там, Бог, Ашем, Гад на английском, да, они говорят, Лорд, там, еще кто-то. То есть это все звуки, это все звуки слова, что и каждое слово, оно очень сильно уменьшает то, на что слово показывает. Вот давайте приведем пример простой. Если я скажу слово яблоко, да, то слово яблоко, это всего лишь яблоко, но за этим словом скрывается, во-первых, там, две тысячи сортов яблок, например. Каждое яблоко, оно имеет диапазон от того, что оно висит на дереве зелененькое, еще в виде цветочка, до яблока, которое уже там такое прям разваливается от того, что оно уже переспевшее. То есть слово яблоко ни в коей мере не описывает объект, который, к которому относится. То есть слово яблоко, это всего лишь попытка, такой ярлычок, в который мы пытаемся запихнуть прекрасный фрукт яблока. Понятно, да? Теперь, когда мы говорим Бог, так тем более, Бог создатель мироздания, Бог, который сотворил вселенную, Бог, который управляет всей вселенной, Бог, который, ну, то есть, представляете, спроектировать человека со всеми, и вообще человека мир спроектировать, мироздание, оно все крутится уже, крутится и существует, и не разваливается, и все, это что-то нереальное. Теперь, но мы-то люди, и получается, что Бог, вот этот, да, здесь сказал Равиакива, что прекрасен человек, который сотворен был по образу Бога. То есть, когда мы, ну, знаете, вот есть маленький примерчик такой, продают рисунок Пабло Пикассо, несколько линий, несколько линий на бумаге, там, какие-то линии набросок какой-то. Сколько стоит? 100 тысяч долларов. А что 100 тысяч долларов? Ты не понимаешь, это Пабло Пикассо рисовал. Ты вообще, как ты вообще вопросы такие задаешь? 100 тысяч долларов, это же Пабло Пикассо рисовал этим карандашиком по бумажечке. Или там продают на аукционе огрызок сигары Черчилля, да, он, ну, он курил и чуть-чуть осталось. Продают там за, ну, не помню, сколько там, 20 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, может, 100 тысяч долларов. Спрашивают, а почему огрызок сигары стоит 50 тысяч долларов? Это Черчилля сигара. Ты что, не понимаешь? Это не, если бы Вася какой-то не докурил, это одно, а то Черчилль не докурил. Теперь, так, представьте теперь, когда, говорится, прекрасен человек, что создан по образу, не по образу, а по чертежу Бога. То есть, Бог его создавал. Ты посмотри, этот человек его Бог создавал вообще, да? Это то, что сказал нам Раби Атива. И мало этого, что Бог сотворил человека, этого биоробота, который, ну, как бы кукла такая, которая двигается, двигается там, у него внутри какие-то процессы, он весь такой подвижный, звуки издает, учиться может, да? То есть, это, так еще человеку Бог сообщил через Тору, что ты создан по образу Бога. То есть, он ему, он его создал, и он ему еще сообщил. То есть, это, это очень серьезная вещь. Комментаторы, кстати, на это обращают внимание, отсюда есть простой жизненный вывод. Когда ты кому-то делаешь что-то хорошее, то ты можешь ему просто в тихушку сделать хорошее, а можешь ему сообщить об этом хорошем, сказать, смотри, я тебе сделал хорошо. То есть, не чтобы ему упрек сделать, а чтобы ему двойную радость сделать, да? Понятно. Теперь дальше. Дальше идет следующий этап. Хавивим и Сраэльши не та наем клихим, а, Хавивим и Сраэльши не краем бани бани лимаком. Когда Бог сотворил первого человека, он с первым человеком начал взаимодействовать, а первый человек с Богом начал отвечать Богу по своим каким-то, по своим каким-то соображениям. И дальше, до потопа, люди, до потопа, они, в общем-то, шли в сторону от Бога. Они старались от Бога отойти как можно подальше. И Бог сказал, что если вы так, так вы со мной, то и он стер человечество и сделал потоп. И после потопа оставил одного Ноаха. Ноах был цадик, который делал то, что Бог говорил делать, и не менял добро со злом. Он оставил только Ноаха. От Ноаха пошло новое человечество. Первое, что они сделали, вавилонскую башню воевать с Богом. Нам Бог не нужен, мы сами справимся. Мы сделаем так, чтобы Бог больше не мог мир уничтожать. Мы хозяева мира, сказали люди. И Бог вынужден был смешать их языки для того, чтобы они не могли друг с другом договориться. Потому что мир формируется внутри, так как человек это по образу Бога, и внутри есть божественная душа. То собрание всех душ, всех людей, это как раз и есть та божественная душа, которую Бог вдохнул во все мироздание. И когда все люди объединились для одной цели, закрыть для Бога вход в этот мир, то Бог смешал их языки, чтобы они не могли договориться. И главная с тех пор проблема людей, это махлотит, спор. Люди между собой не могут договориться. Потому что если бы люди с собой договаривались и хотели бы одно и то же, то сила невероятна у людей. Когда люди вместе собираются и хотят одно и то же, сила невероятна. Но так получилось, что люди, они, Бог смешал языки, они начали друг с другом воевать. То есть они все время были заняты делами этого мира и никак никто не хотел поднять голову в небо и сказать, что есть хозяин мира, который все создал, запрограммировал и на которого можно хорошо положиться. Теперь, пока мест не появился Авраам, который выбрал Бога, Бог его проверял, и Авраам сказал, мне ничего кроме тебя не интересует. Авраам выдержал 10 испытаний. Дальше был Ицхак, который сказал, папа, приноси меня в жертву, вообще не вопрос. То есть я этот мир, для меня этот мир материальный, за который все цепляются, вообще ничего не стоит. Есть только Бог, только божественная реальность. Потом был Исраэль, Яков, который стал Исраэлем. И он тоже доказал, пройдя через множество испытаний, что для него есть только божественная реальность. И материальный мир он рассматривает только как некое отражение, как переходный период, там, этап. То есть он во всем, во всем принимал Бога и был с Богом как бы полностью на 100%. И тогда Бог сказал, вот ты Исраэль. Исраэль это прямо к Богу. Исраэль это тот, кто полностью в самом названии Исраэль, есть корень Яшар-эль, прямо к Богу. То есть ты как раз и являешься, все праотцы являлись как колесница для Бога. То есть Бог в этом мире с ними соединился, потому что они в этом мире соединились с Богом. То есть они полностью, как бы вот их мысль, их направление, их действие, все было на 100% было связано только с выполнением воли Всевышнего. И Бог сказал тогда Якову, он говорит, от тебя пойдет вот этот вот народ, народ Израиля, который будет народом священника. Народ священник, он так и сказал, То есть вот этот народ, который идет от Исраэля, он будет царство священников и народ святой. Го и Кадош в единственном числе, и везде здесь тоже говорится, Исраэль это как одно целое, единственное число, да? То есть не Исраэлим, не народ Израиля, а именно Исраэль. Хавивим Исраэль, да? То есть тот, кто полностью посвящает себя Богу, тот, кто народ священников. Как бы народ, отделенный от этого мира, посвятивший себя служению Богу, то значит это народ Израиля. Но для того, чтобы появился такой народ, нужно было их загнать в Египет. И он выработался в, это называется как Курбарзель, как плавильный котел, где сжигается, пережигается металл и из него выжигаются все примеси. И народ Израиля был загнан в Египте, в самую-самую, они были рабы, вообще их прямо угнетали так, что ну просто вообще у них ничего не было. То есть кто такой раб? У него нет ничего, его заставляют делать все, у него забирают детей. То есть вообще были, ну хуже некуда, да? То есть их материальное положение в мире было под землей вообще, да? И потом Бог говорит, все, а вот теперь, теперь выходим и посмотрите, делает чудеса для них. Расступается море. Значит, ну там вообще вся вселенная вот так вот кружится, им как бы открывается все вот это видение. И он говорит, все, теперь ваша задача полностью просто посвятить свою жизнь выполнению заповедей и показать, что человек, он может, он может служить Богу полностью, прям реально. Пройдите вот просто жизненный путь одного поколения, пройдите полностью, посвятив себя Богу. Я за вами позабочусь, все. Они говорят, нет, вообще боимся, боимся зайти в землю Израиля, боимся то, боимся это. Бог говорит, ну наверное все-таки рабство с вас не выжилось, да? То есть вы как были рабами, так и остались. Я вам показал вообще, что я хозяин мира, но вы как бы не восприняли. Ладно, говорит, на 40 лет в пустыню, пускай умрет все то поколение, которое вышло из Едипта, а новое поколение, пускай, чтобы приучились в меня верить, каждый день будет выпадать мана. Каждый день доза мана на один день. Даст Бог день, даст Бог пищу, даст Бог день, даст Бог пищу. Бог, он весь мир содержит на протяжении там тысяч лет. Чего ты боишься, он говорит человеку. Положись на меня, я тебе гарантирую. То есть вы народ священника, вы мне служите, а я, значит, буду делать для вас чудеса. Все, понятно, понятно, все, 40 лет. Зашли в землю Израиля, чудеса, опять там Ярден раступился, там чудеса на чудесах. Опять, опять пошли по старому пути. В общем, Бог говорит, что... Раби Акива здесь в этом мишне говорит, Хабибим Истраэль, прекрасный Истраэль, которые называются сыновья для Бога. То есть Бог соединился с народом Израиля очень близким соединением, которое произошло при исходе из Египта и при даровании Торы. То есть Бог, он это дал через чудеса и теперь надо это соблюдать. Народ Израиля это народ священников и одновременно называются они сыновья для Бога, потому что сын должен делать то, что отец сказал. И дальше Бог продолжает в этой мишне, да, через Раби Акива, что прекрасный Истраэль, почему они прекрасны? В чем их прекрасность? Что дан им инструмент, инструмент прекрасный, которым как раз все было и сотворено. Это Тора, да? В Шенемар, как сказано, Тилек Ахтов, как прекрасный урок дал я вам, Тора Ти. И Бог говорит, Тора Ти, Тора моя. То есть Тора, она исходит из Бога, это как мысль Бога, которая передается в мироздание. Тора Ти, он говорит, вот через Тору мы с тобой соединяемся. Аль-Тазову, не оставляйте ее. То есть не оставляйте, не меняйте Тору на какое-то другое мировоззрение, которое появляется. Теперь очень интересное одно наблюдение, которое сделал один из комментаторов. Что когда ребенок рождается, он проходит этот же самый путь. Вначале он рождается просто как слепок, который сотворен по определенным законам механики и биологии. И этот маленький ребенок, в нем живет только животная сущность. Он не может разговаривать, у него нет никаких там идей, мечтаний и так далее. То есть вначале человек, он на уровне животного, очень маленького, слабого животного, которое нуждается в постоянной опеке и помощи со стороны родителей. И эти родители, они ребенка вначале обеспечивают физическим выживанием, потом обеспечивают его ментальным выживанием, вводят его через идеологию в общество. Причем каждые родители, они ему дают какую-то свою программу. Кто ты, какое твое место в обществе, по каким правилам ты должен жить и так далее. То есть они его как бы программируют. Но вначале, вначале, у ребенка это все не держится в голове. Он такой весь, как бы, ну маленькие дети, они не контролируют себя, не управляют собой. И только в 13 лет, когда наступает, в 13 лет это бармитсва, да, человек становится обязанным соблюдать заповеди. Бармитсва. В 13 лет написано, что появляется у человека ецер тоф, доброе начало. До этого было только ецер ара, злое начало, то есть имеется в виду животное начало. И в 13 лет на него одевается уже вот это контролирующее, доброе начало. Но вопрос, по каким правилам человек себя контролирует, вот это вопрос. И если человек хочет себя контролировать по правилам Торы, то Тора это входной билет в духовность, входной билет к Богу, это связь с Богом. Если человек пытается себя контролировать по каким-то другим правилам, то все равно он должен их где-то взять. Где он их возьмет? Он их где-то пытается найти по, там, обществу и так далее. К чему он стремится? Просто, чтобы у него была булка побольше, там, пещера получше и так далее. Человек, который изучает Тору, он стремится быть с Богом одним целым. Он поднимается с каждым годом своей жизни, независимо от внешних обстоятельств, на большую близость к Богу. И в итоге, в итоге он переходит в следующий уровень игры с очень хорошими баллами. Все. Значит, выводы из того, что сказал. Значит, это следующая будет мишна Раби Атива. Вот это то, что Оксана Павликова предположила. Это следующая мишна, которую он сказал как раз Раби Атива, что окольца фуй. Он сказал, что все предвидится. Вы решут не туна, но выбор есть, он сказал. У быту во улам не дун, и по хорошему мир судится. Вы окольная веровая масса, и все по большинству дел. Это мы следующие, а как уже в этом мире разбираться, да? Но вот пока мы узнали три стадии. Человек, который создан по образу Бога. Исраэль, который сын для Бога, который должен, сын, раб. То есть, интересно, что в Рошашана есть такая молитва, что вы или как сыновья, или как рабы. То есть, раб служит, потому что у него выхода другого нет. Сын служит, потому что он хочет. И вот есть такая молитва все время. То есть, ты кто вообще? Ты для Бога сын, или ты раб? Или ты беглый раб? То есть, еврей, который не соблюдает заповеди, он беглый раб, который убежал от своего хозяина. И очень там серьезные последствия у него из-за этого. Потому что он пытается убежать от хозяина, но от хозяина не убежишь. Это мы уже учили, что Айом Кацар, день короток, работы много. По Алим, работники ленивые. В Сахар Арбе награда большая. В Баал Абайт, хозяин дома, он дохек. Он тебя все время подталкивает, подталкивает. Поэтому от Бога не убежишь. И выбор только, или ты как раб, или ты как сын. Сын служит в радости, раб служит, потому что его заставляют. Беглого раба ловят и наказывают. Все, друзья, удачи, успехов и хорошего дня, прекрасного дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы, что вы собираетесь теперь делать. Все, удачи, успехов.